Границы подтопления установила специализированная организация. Дома находятся в пойме реки Иня. Данные внесены в государственный водный реестр и единый государственный реестр недвижимости. По результатам изысканий в границе зоны подтопления 1% обеспеченности от реки Иня. Из зоны подтопления попадают всего 8 домов нашего города. В данных домах в настоящее время никто не проживает. Это улица Байкаримская, переулок Набережный, переулок Равенства, улица Береговая, переулок Национальный, переулок Ключевой. В этом году осадков выпало большое количество. Высота снежного покрова составляет почти в три раза выше нормы. Осложнит паводковую ситуацию и сброс воды с Беловского водохранилища. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, можно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу Ленинск-Кузнецкого городского округа. Свою собственность можно также застраховать. Это единственная возможность получить в полном объеме средства на восстановление утраченного или поврежденного имущества. Главное – это готовность к большому количеству воды самих жителей. Пожалуйста, заранее позаботьтесь о сохранности своих вещей, мебели, документов, электроприборов, продуктов питания. Поднимите, пожалуйста, на верхние этажи чердаки самые ценные вещи. Это документы, это аптечка первой необходимости, это лекарства, которыми вы пользуетесь постоянно. Талы и воды ежегодно беспокоят жители районов 4-го и 10-го участка поселка Дачный. На период паводка в городе в круглосуточном режиме дежурит комиссия. Подготовлена техника для проведения спасательных работ. Первая волна паводка ожидается с 5-го по 20-е апреля.